Следующая глава – это Хукат, Хукат, постановление. Бэмедбар, или чисел, с 19 главы начала, по 22 главу, 1 стих. Автора книга Судей, 11 глава, с 1 по 33 стих. Ваедебер Адонай эль Маше ве эль Аарон леймор. И говорил Бог, обращаясь к Маше, и Аарону так. Зод Хукат, Хатара, ашер цива Адонай, леймор дебе эль Ни Исраэль, ваекху элейха, фара адума, темима, ашер эйнбеах, муд ашер Алла, элея Оль. Вот закон об учении, который повелел Бог, говорил Бог, обращаясь к Маше, и Аарону так. Вот закон об учении, который повелел Бог изложить. Говори сынам Израиля, чтобы привели к тебе корову рыжую, пара адума, темима, значит, абсолютно чистую, без порока, ашер эйнбеах, муд, которой не было, что? Увечья, да, и ашер Алла, аллея Оль, на которую не надевали ярмо. На которую не надевали ярмо. Это рыжие коровы или рыжие телицы, да, или рыжие телки, можно и так сказать, поскольку корова, это должна была еще быть девственницей. Но кроме этого закона, хукат, здесь также говорится о некоторых вещах, которые произошли с Маше, Аароном и с Мирьям. Прежде всего, умерла Мирьям, и это уже было, видите, к концу странствования, да. И затем получилось, что Аарон тоже умер, смерть Аарона, 21-я голова, значит, сын Элизер стал на место Аарона. А с Маше произошла такая неприятная история, из-за чего Маше не мог войти в землю обетованную. Это 20-я голова, с 12-13 стих, говорят. Там очень немного об этом сказано. Но помните, Маше в последующем, в книге «Дворим» будет рассказывать об этом случае. И когда поднялся робот Станин на Маше, произошло чудо с медным змеем. Чудо с медным змеем. И заканчивается завоевание царства Сигона и Ога на восточном берегу Иордана. Это 21-я глава, с 21-го стиха по 22-ю главу, первый стих. Итак, название мы говорили «Хукат». Хука. Хука – это что? Постановление. Ну, можно сказать, как то, что Бог приказал. Без объяснения, почему это нужно. Некоторые законы мы можем понять, да? Некоторые законы, Бог говорит, а вот так просто надо делать. Итак, законы Торы и все митсвот. Торы подразделяются на три категории. У вас это должно быть записано, и вы это должны знать. Первое. Называется «эдуйот». «Эдуйот» – не «идиот», а «эдуйот». А слово «эд» – это что? Свидетель. Свидетель. И называется «эдуйот», то есть «свидетельство». «Эдут» – это одно свидетельство. «Эдуйот» – это много свидетельств. Скажите, вот, свидетельство, например, мы по-своему говорили. Это такие законы, которые, если мы не выполняем, нам полагается какое-то наказание. Юридически нам не полагается наказание, да? Но если мы не выполняем это, то мы исключаемся из чего? Из общества Израилева. Из Царства Божьего. Почему? Потому что мы – общество свидетелей. Это мы – свидетели Ягавы. Все евреи и евреи, верующие в Ишуа. Согласны? Вот, а не свидетели Яговы. Свидетель, видите, «эд». Это, значит, видите, тоже корни «ёдеа» – знать. То есть свидетель знает, о чем он свидетельствует. Правда? Согласны? И в Новом Завете мы тоже названы какой общиной свидетелей. Общиной свидетелей. А греческое слово еще «мортирос» происходит от слова «морт», то есть что? Да, мученик, умирающий за веру. То есть свидетельствующий, да, вплоть до смерти. Если свидетель перестает свидетельствовать, то он не выполняет свою функцию. И поэтому есть для прославления Царства Божьего, да, вот, для того, чтобы прославить имя Всевышнего, человек идет на смерть. И это не есть самоубийство, это есть высшая форма самопожертвования. И, например, соблюдение шабата показывает нас, что Бог сотворил мир за шесть дней, да. Соблюдение праздников напоминает нас об исходе из Египта, и также все праздники, они напоминают нам еще что? А еще о мессии осенние праздники, они напоминают нам суды Божьи, которые предстоят на всей земле. Правда? То есть есть свидетельства. И когда мы что-либо делаем, мы являемся свидетелями. Пример того, когда Наполеон завоевал Египет, и он поехал в Израиль, и посмотрел, где вот эта стена плача находится. Тогда она еще не была раскопана полностью. И видят, сидят евреи, да, и бьются головой об стенку. А почему евреи бьются головой об стенке? Ну, это кажется, что они бьются, потому что евреи, когда молятся, да, он отбивает ритм молитвы. И когда Наполеон это увидел, он сказал, о чем это они плачут? Да вот, говорит, эта вот стена, здесь был храм. Ну, когда это, говорит, да две тысячи лет назад. Но, говорит, евреи, народ, который действительно сохраняет вот так свою верность, да, то, что было разрушено две тысячи лет назад, и продолжает каждый год они возвращаться к этому храму и молиться. То есть они заслуживают многого. И Наполеон, как вы знаете, дал евреям очень много льготы и свободы. Но, правда, у него тоже свой заскок был. Если некоторые сумасшедшие меняют себя Наполеоном, то Наполеон возомнил себя Мессией. И даже сделал медаль, где мне Бог дает, скрыжали Торы Мессией, а Наполеон дает скрыжали Торы Мессией. Ну, так что Наполеон тоже не избежал участи тех людей, которые, как говорится, смехнулись от своего мания величия. Но факт тот, что если бы евреи не были свидетелями, да, Наполеон бы, наверное, не вспомнил о евреях. То есть мы свидетели, мы свидетели Божьи. И когда сидим, и когда идем, и когда говорим, или делаем что-либо, или когда не делаем, мы постоянно свидетели Божьи. Есть законы, которые называются Мишпатим. Шафет – это судья, да, суд. И Мишпат – это гражданские законы. То есть законы за убийство, кражу, законы, обеспечивающие безопасность, законы, обеспечивающие сделки различного рода, да. Они относятся к Мишпатим. И Хукат, Хуким – божественные установления. Говорят, что следующие четыре митсвы относятся к вот этим божественным установлениям, Хуким. И Бум, записывайте, И Бум, 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 И Бум. И Бум – это если умер старший брат, да, младший должен жениться на его жене. Значит, если он не совершает это, он навсекает на себя наказание, карет. Но если вдова брата не имеет детей, значит, жениться является митсвой и Бум. Помните, также рассуждение вполне раввинистическое. Мы встречаем в какой книге? Карлсон, который живет на крыше. Помните, как малыш рассуждает? Ну, вот, говорит, брат мой, вот, говорит, вот он вырастет, да. Вот он женится, говорит, составится и умрет. А мне что-то там на его жене жениться? Помните? Это почему? А я ж донашу, и уйду всю одежду, и так далее, да. Ну, есть определенные, можно освободиться от этой заповеди путем определенных вещей. Итак, хорошо. Ваикра, 18 глава, 26 стих говорит. И ты должен сохранять мои хуки. То есть, хукот. Хукат. Шаатнес. Шаатнес. Что такое шаатнес? Это смешивание. Смешивание. Например, материя соткана из шерсти и льна. Мы помним, что из шерсти и льна одежда имели право кто носить только? Да, только священники, да. Но обычные люди не имели права носить такую одежду. И так же к этому относятся засевание, допустим, с разным видом семян, да. Если мы пашем на разных видах животных и так далее. То есть, здесь показывается о необходимости соблюдения чистоты, не смешивая. Не смешивая одно с другим. И в широком смысле это законы против различных генетических экспериментов. Правда? Вот сейчас мы не только засеваем двумя видами семян, чтобы они перекрещивались, скрещивались друг с другом. Но происходит то, что берут гены от одного животного, да, и пересаживают. Да, пересадили гены от какого-то хлорофилла. Свинья получили зеленое сало. В общем, и такие вещи делают. Да, от камбала пересаживают помидору. Помидор не мерзнет в заморозке. Жук колорадский его не ест, потому что он умнее, чем мы. Но зато такие красивые помидоры. Вот колорадский жук, насколько знаете, посленовым питается. Он и помидорами, и картофелем питается. Вот такие вещи допускать нельзя. Дальше. Следующий вид относится к хука. Сиир ле Азазель, то есть козел для Азазеля. Мы абсолютно не можем понять, да, почему один козел, они совершенно одинаковые, и до самого последнего момента никто не знает. Один козел идет к Богу, да, а другой идет к дьяволу. Но это не жертва дьявола. А пошел ты к дьяволу, лех ле Азазель. Вот если говорят евреи, так не говорят, пошел ты к черту, а говорят лех ле Азазель. А, кстати, мой дедушка, он меня всегда ругал, если я там говорил, ну так, знаете, был школьник. Айди к черту, ни в коем случае нельзя. А в собственности не посылайте к черту своих детей. Ибо вы обрекаете их дьяволу. А мой дедушка, а я говорю, как? А, говорит, иди к собакам. Я тут тоже говорю, иди к собакам. Да, собаки это язычники, нечистые животные, но все-таки не черт, да? Понимаете? И последнее, вот это четвертое заповедь, это пара одума. Рыжая корова, рыжая корова. И даже выдающиеся раввины не могли объяснить суть этой заповеди. Даже Рамбам говорил, что ему непонятно, непонятно эта заповедь. Но попробуем с ней немножко разобраться. Что, какие законы? Первое. Рыжую корову приобретается на средствах храма. Из ежегодных обязательных подширтовываний в полшекеля, которые делали все евреи. Помните? Все евреи, они какие собирали деньги? Полшекеля на храм, да? И это существовало заповедь, и это определенную субботу, выполняется, которая так и называется, шаббат шкалим, суббота шекелей, когда собирается полшекеля на животное для приобретения, для жертвы от лица всей общины, да? В данном случае на эти деньги приобреталась корова. В Новом Завете мы видели этот вопрос о шекелях? А ну-ка вспомните, когда пришли сборщики налогов на храм, и сказали Петру, а ты, говорит, дашь там? Да? Полшекеля, там это уже было две монеты каких-то римских. Да, говорит, а я, говорит, дам из-за себя, из-за своего учителя, и дал. А Ишуа что потом говорит? Рыбу вылови, да, и выловил рыбу, и он нашел точно такую же монету, которую тот дал, да? Полшекеля, половину от этой монеты стоимости, значит, он дал за себя, половину за Ишуа. Вот эти полшекеля, и приобреталась рыжая корова. Это не каждый год делалось, это делалось по определенным случаям, всего этих рыжих коров очень было немного. Корова должна быть не моложе трех лет, да, то есть возраст достаточно для вынашивания плода, и в то же время эта корова не должна быть рожавшей или беременной. Она должна быть совершенно рыжей, и даже два волоска иного цвета делают ее непригодной. Ну, вот, вы знаете, даже коты не бывают все равно одного цвета, да, среди черных котов обязательно получаются белые волосинки, среди рыжих котов там черные волосинки и так далее. Но эта корова должна быть абсолютно рыжей. Это очень трудно было найти, такую корову. И животное не подходит, если хотя бы однажды на него было надето ермо, даже если при этом не выполнялась никакой работы. Корову, которая никогда не носила ермо, можно узнать по двум признакам. Во-первых, два определенных волоска у нее на шее стоят вертикально, а если на корову хотя бы однажды было надето ермо, то эти волоски, что, сгибаются. Что же, как в грибе. Они должны стоят вертикально. И животное, не знающее ермо, смотрит прямо. А если ермо надевали, корова моргает, так как во время работы косит глазами, чтобы рассмотреть ермо. И это все специально когены выбирали такую корову. Дальше, шхита должна осуществляться вне стана. Если обычно храма было специальное место, где забивались животные, а затем кровь переносилась в жертвенник, то тут должно быть вне храма, вне стана, даже вне города. То есть на определенном месте, которое считалось нечистым. Правда? Во время скитания евреев по пустыне полгазы резать за пределами всех трех станов, о которых мы говорили. А во времена храма на Масличной горе, так как считалось, что эта гора находится вне Иерусалима. Итак, на Масличной горе происходило заклание коровы, а Ешуа был захвачен где? На Масличной горе, да? И вознесся он тоже оттуда, да? Гар-зайт, гора-алил, и вернется он тоже на то же самое место. Собрав немного крови в левую руку, Кагаен погружает в нее указательный палец правой руки и брызгает кровью в направлении входа в святилище, который введен ему с горы. Разводится огонь, и Каген наблюдает за сожжением коровы. Бечевка из красной шерсти, он связывает вместе кедровую палочку, несколько побегов из сопа, а затем спрашивает присутствующих, это палочка из кедра? Да, отвечают они. И он трижды задает этот вопрос и должен получить положительный ответ. Затем он спрашивает трижды, это красная шерсть? И вновь ему отвечают положительно. Зачем нужна эта процедура? Не все виды из сопа, кедра и красной краски являются кошерными для этого. Не все три предмета отвечают галактическим требованиям. То есть это очень серьезная митсва. И Каген придает особое значение тому, чтобы все присутствующие сходили в своем мнении в отношении заповеди Торы. Пока корова сгорает, связку из кедровой палочки и из сопа бросают внутрь туши. Где еще употреблялась червеная нить и соп? Да, красная нить и козлово отпущение, а еще при очищении прокаженного. Потому что пепел рыжий колровый, он при чего предназначен? Для очищения от нечистоты, от мертвости. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу, он нечист. И служитель Каген не имеет права приступить к служению храма, не очистившись. Поэтому, если вы когда-либо прикасались к своим мертвым и так далее, и вы хотите служить в храме, это отношение к Кагенов было, то что нужно было проходить? Нужно было очищаться особо образом. Были такие случаи нечистоты для обычных людей, когда нужно было просто вымыться, и все. И ты в храм можешь зайти. Но для Кагенов и Левитов, для служения, нужна была особая чистота. Особая чистота. Вот по этой причине говорят так, что все неевреи, они, в общем-то, ритуально чистые, потому что вопрос о чистоте и нечистоте не идет. А все евреи ритуально нечистые. И приступить к служению храму могут только тогда, когда будет очищены пеплом рыжие телецы. Я говорю, даже где-то это рыжие телецы. То ли искали, то ли нашли. Только сейчас я не знаю, что происходит, потому что, наверное, уже эта телеца состарилась, а храм еще до сих пор не построили. Но в Израиле, по крайней мере, искали. Итак, пепел от коровы делят на три части. Одну размещают в определенной части храмового двора, где она хранится во исполнении митцвы о том, что пепел рыжей коровы должен сберегаться для последующих поколений. Другую часть делят между собой когены, служащие в мешкане, чтобы всегда было под рукой, для очищения когена, ставшего нечистым. А третья часть пепла выносят на масечную гору для очищения евреев. Потому что, помните, что сделано в Маше? Он взял Иссоп, помните, когда очищал весь народ Израиля и побрызгал, что? Кровью, да? Кровью. Представляете, сколько миллион, или два миллиона, или три миллиона израильтян. В каком разведении эта кровь на каждого должна была попасть по капле. Правда? И пепел рыжей телицы тоже разводится в больших разведениях. В больших разведениях... А, вчера я тут беседовал с одним, говорят, китайцы или корейцы придумали средство от гриппа. 30 грамм соляной кислоты вливается в тонну воды и газирует озоном. Ну, у нас, у русских, другое средство от гриппа. 30 грамм воды на тонну спирта и пей сколько хочешь три раза в день. Да, ну, 30 грамм на тонну разведения. Хорошо. Значит, пепел... Все, кто участвует в приготовлении пепла, человек, который сжигает корову, бросает ритуальную связку в огонь, тот, кто приносит дрова и даже просто касается пепла, становится нечистым. Удивительно. Пепел, который очищается, но каждый, кто прикасается к нему, да, нечистый. Затем пепел коровы в специальном сосуде смешивается со свежей родниковой водой. Помните, живая вода, да? Это родниковая вода в Иерусалиме употребляла специальная вода, которая с гор приходила, специально был такой подземный канал. Вам показывали по фильму, да? И был в этом месте источник, да, шило, шило. Там такие лежат еще камни. И вот некоторые, даже для того, чтобы там очиститься, помните, окуналися. Как один хотел. Ангел сбалумучил воду, да? Помните? Вот. А для ритуальных сей, эта вода называлась живой водой. Айм-маем. Значит, смешивалась с такой водой родниковой. Затем водой рыжей коровы окорпляет проходящего очищения еврея на третий и седьмой день. Делает этот человек неоскверненный трупной нечистотой. И после седьмого дня, после завершения очищения, еврей погружается в микву. Говорят, что с момента служения в Скинии к настоящее время было сожжено всего девять рыжих коров. Можете себе представить. Да. А десятую, говорят, приготовит Машех. Да, скорее наступит его время. Итак, мы говорили, что это загадка, но эта загадка указывает нам на кого? на Ишуа, Мессию. Правда? Можете записать следующие параллели. Информацию к размышлению. Итак, пепел коровы снимал самую серьезную нечистоту. Это нечистоту прикосновения с мертвым. И Ишуа сравнивает жителей этого мира с живыми мертвецами. Луки 9, дробь 60. Что он сказал? Доставь мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди, благосвестуй, Царство Божие. И таким образом, жертва Ишуа дала нам возможность нового рождения. Нового рождения. Рожденное от плоти есть плод, а рожденное от духа есть дух. Иоанна 3, дробь 5,6. Итак, нечистота и скверно очищается кровью Ишуа. Второе. Жертвенная корова должна быть девственницей. Ишуа от кого родился? От девственницы. Корова не использовалась для работы ради низменной выгоды этого мира. Третий пункт. Корова не использовалась для работы ради низменной выгоды этого мира. Четвертое. На нас должно быть надето не ярмо этого мира, а ярмо кого? Ишуа. Ярмо Ишуа. Пятое. Красный цвет это цвет жертвенности. На корове не должно быть ни одного черного волоса. Мирьям, мать Ишуа была сама чиста, и Ишуа был чист и безрешен. В нем не было ничего от тьмы. В его цвете только жертвенность. И у нас тоже не должно быть ничего от тьмы. Хорошо. Шхита коровы была в Нестане. Ишуа умер где? В Нестане. Да. В Иерусалиме шхита коровы совершалась на Гар-Зайт, Горе Маслин, и Ишуа, вы помните, там отдал себя в руки стражникам. Можно сказать, что он там стартовал на небо, и в это уже место он вернется. Восьмой момент. Корова сжигалась полностью, Ишуа отдал себя за нас как? Половину? Полностью, да? Полностью. Кровь коровы брызгалась в сторону храма-святилища, Ишуа принес свою кровь в небесное святилище отца. Девятое. Кровь коровы брызгалась в сторону храма-святилища, Ишуа принес свою кровь в небесное святилище отца. Десятое. Букет, видите, только не такой, как на Суккот, а особый букет. Кедр, дерево, это дерево праведника. И указание на крест. Не должно было быть сосновой или какое-то другое, да? Кедр, дерево праведника. Красная нить использовалась в Йом-Кипур, как вы знаете. И соп использовался для смазывания косяков дверей выхода из Египта. И также подобные вещи использовались для очищения от проказы. И Ешоа был изъязвлен. Употребляется слово мецара. То же самое, как и в главе проказы. И поэтому Машеех некоторые комментаторы называют прокаженным. И он стал прокаженным за что? За наши рехи, да? Изъязвлен. Употребляется слово мецара. Которое связывается с проказой. Чтобы снять духовный приказ у всех нас, да? И Ешоа сам стал прокаженным. Одиннадцатый пункт. При этом используется чистая, живая родниковая вода. И мы очищены, да? Какой водой? Живой водой Слово Божье. Двенадцатый пункт. Двенадцатый пункт. Совершающий жертвоприношение вне стана, хотя и прикасался к очищающему пеплу, становился нечистым. И Ешоа тоже стал нечистым ради нас, чтобы нас что? Очистить. Очистить. Хорошо. Еще есть некоторые законы о ритуальной чистоте. Ритуальная чистота или нечистота может быть при соприкосновении со следующими вещами. Отметьте. Пища. Жидкость. Так. Сосуды и одежда. И евреи. И евреи. Так. Хорошо. Пища может стать нечистой. В каком случае? Если она не получает больше питания из корней или ветвей. То есть плоды сорваны, зерновые культуры сжаты. Может стать нечистым пшеница на поле. Нет. Яблоко, которое висит на дереве. Нет. До тех пор, пока мы питаемся от плодов, от ветвей ишуа, или мы из почвы ишуа берем, мы не становимся нечистыми. Нечистым оно становится только тогда, после того, если оно уже отделено. То есть оно не может получить ничего нового. Дальше. Если они соприкасаются с одной из семи жидкостей. Виной, вином, пчелиным медом, оливковым маслом, молоком, росой, кровью или водой. При наличии этих двух условий, если до пищи дотрагивается нечистый человек или животное, то она становится нечистой. То есть, если мы обработали, допустим, муку оливковым маслом или каша у нас что? С молоком и так далее. Если вдруг попала, не дай бог, кровь, что случается? Пища становится тоже некошерной. Да? Некошерной. Хорошо. Если дотрагивается, может быть, первичный человек, который носит себе нечистоту. Ну, например, человек с истечением какое-то. Ну, гнойное истечение. А скажите, а грипп, он тоже является признаком нечистоты? Правда? Если чихает и кашает человек. Он является как бы отцом этой нечистоты. А бывает нечистота, которая уже прикосновение к чему-то, ставшему нечистым. То есть, ты мог, допустим, прикоснуться к трупу, или ты мог прикоснуться к одежде нечистого человека, или, допустим, к месту, где сидела женщина какая-то, да? Вот. То есть, есть первичная нечистота, когда сам человек является источником нечистоты. И какая? Товарищная, как бы наведенная нечистота. К тому, что стало нечистым, ты прикоснулся. Значит, жидкости считается, если касается нечистый человек или труп животного, она тоже становится нечистой. Вот если муха, например, попала, да? Которая, как мы знаем, летает и питается различными падалью, да? Вот по этой причине среди евреев очень редко были эпидемии. Вот вы упоминали сегодня эпидемию чуми. Это легко запомнить. 1348 год, 1648 год и 1948 год. Как-то вот с передов 300 лет этой даты связаны с евреями. Да, 1348 год, год великой чумы примерно третья, некоторые говорят, половина населения Европы вымерла. Но евреи оказывались удивительным образом. Почему? Они соблюдали правила гигиены. Эта особенность происходила в тех городах, где люди буквально нечистоты вываливали на улицу, прям на головы прохожих. Вот, мог идти и тебе что-нибудь из горшка сверху налить. Ну, так и было. Вы думаете, вот этот Д'Артаньян и мушкетеры, они там почему такие ботфорты носили? Чего они не ходили в тапочках на босоногах? Канализации не было, да? Такие были времена. Сосуды и одежда. Сосуды становятся нечистыми, если их дотроится источник нечистоты, человек или животные. А глиняные сосуды в том случае, если нечистота коснулась их внутренней поверхности. Чем отличаются глиняные сосуды? Значит, это не такой глиняный сосуд. Это глазированный, да? А имеется в виду глиняный сосуд. Например, да, если говорится, что нужно, попало там какое-то нечистое животное в печку, да, и нужно эту печку разломать. Я считал солдат Швейк в русском плену, когда солдат Швейк там, они работали в одной бароне, ну, голодные были, военнопленные, подрабатывали там себе на хлеб, они стащили таксу. Они стащили таксу, сварили ее. А хозяйка, у которой они были на квартире в это время, когда увидела, что они сварили эту таксу и съели, она разломала свою печку. Правильно она поступила? Абсолютно неправильно. Потому что имеется в виду танур или тандыр. И почему эта печка могла стать нечистой? Потому что к ней прилиплялись хлеба. Вот про такую печку говорится. Ну, а по неуверенности мы можем там многое себе навоображать, понимаете? Вот такую печку следовало разломать. И то, если это дохлое животное было с наружной стороны печки или внутренней? Внутренней оно было где-то, где прилипляем мы хлеб. Почему? Потому что вот это можно помыть, обдать кипятком, различное обработать. А пористое можно ли так полностью обработать, чтобы... Нельзя, да? Вы сами понимаете. Это имеется в виду глина такая, как горшки для цветов делают. Металлические и деревянные сосуды очищаются путем погружения в мику. А вот такого рода посуда не очищается. Значит, еврей становится нечистым в следующем случае. Если он дотронется до трупа еврея, например, перенесет его, либо будет находиться под одной крышей с покойником, с каким-либо органом или конечностью, либо дотронется до сосуда, который прикасался к трупу. Значит, первичный называется ау-гатума, источник нечистоты. И он нечист в течение семи дней. На третий и седьмой дни он должен погружаться в мику. А если вторичная тума, нечистота, то там просто нужно омыться и подождать до вечера. Хорошо. Соприкасывавшийся с ау-гатума также становится нечистым, но его нечистота не так велика. И такой человек называется решон-летума. То есть решон. Первичный. Тот ау-отец нечистоты, этот решон-гатума. И имеет другие виды тумы. Это зивут, итсут или цараат. Зивут, итсут или цараат. Зал – это имеющий истечение, да? Значит, итсут – это имеющий какую-либо нечистоту, которая может выходить наружу, но не связанно с кровотечением. И цараат, то есть язва. 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 Хорошо. Теперь поговорим о Маше. После смерти Мирьям начался разброд в народе. Говорят, что когда была Мирьям, то был постоянно колодец, который открывался в тех местах, где евреи останавливались на какое-либо длительное время. А здесь случилось, что нет воды. Да? И как произошло дальше? Здесь всего, в принципе, два стиха, и мы можем много размышлять об этом. Значит, глава Хукат, это 20-я глава Бамидбар, седьмого стиха. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так. Итак, возьми посох и созви все общество, ты, Аарон, и брат твой, и скажите скале у них на глазах, чтобы она дала воду. И извлечешь ты для них воду из скалы и напоишь общество и скот их. То есть, что они должны были? Подойти и сказать скале. Да? Хорошо. Десятый стих. Второй стих, который говорит, что случилось. Созвали Маше и Аарон собрание к скале и сказал им, слушайте же, строптивые, не из этой ли скалы извлечь нам для вас воду? И поднял Маше руку свою и ударил по скале посохом своим два раза. И обильно потекла вода и пила все общество и скот его. Вроде все хорошо. Нормально, да? Один стих говорит о том, что нужно было сделать. Второй стих говорит о том, что они что сделали. Какой же вывод? Почему-то Маше и Аарон получили очень серьезный то-ха-ха. Да? Выговор. Вы говорите то-ха-ха. Кому не хиха-ха, тому то-ха-ха. И сказал Бог, обращаясь к Маше и Аарону, за то, что не поверили мне, чтобы ознаменовать святость мою на глазах у сынов Израиля, не введете вы собрание в эту страну, которую я дал им. И это место называется воды Распори. Из-за того, что спорили сыны Израиля с Богом. И он явил им святость свою. Там употреблено слово Марим, это Марим спорящие с Богом. Они спорили с Богом. И оказывается, здесь ничего же не говорится, верил Аарон или не верил. Но Бог говорит, что Аарон и Моисей, что не верили. Не проявили достаточно доверия Богу. Итак, есть различные различные толкования. Все-таки, что же сделал Маше? Нам кажется, этот проступок Маше настолько незначительным, что непонятно, почему такое суровое наказание. Правда? Странно. Ну, мало ли что. Ну, ударил, ну, не ударил. Ну, сказал, не сказал, вода там все равно потекла. Правда? И вот разные есть понимания. Одни говорят, что за эти слова, теперь слушайте вы, бунтари и глупцы, Маше был наказан смертью. Дальше. Дальше. Может быть, за высказанную жалобу на еврейский народ. Он говорит, я не могу вас больше водить, носить на себя. Потому что там употреблено слово носе, оно означает и водить, и носить. То есть, не могу вас водить за собой. Ну, Бог водил и носил Израиль. Правда? А не Маше. Может быть, поэтому он не проявил достаточно, как сказать, сказать, что именно Бог это сделал. Ну, Раша, например, считает, что он ударил поскорее, так как ему было велено говорить. Говорят, что Бог свои чудеса не творит одинаково. И поэтому, если у Маше был такой уже рефлекс выработан, чтобы вода потекла, надо было что-то по ней ударить. Да? Вот вы заметили, что Иешуа, когда исцелял, вроде бы одни и те же болезни, а каждый раз поступал по-разному. Да? Одному просто говорил, другим брения накладывал, третьего там за лучший дергал. Совершенно все по-другому делал. Кажется странным. Но Бог не хочет повторять. Не хочет, чтобы мы думали, что какая-либо метода позволит нам совершить чудо без Бога. Некоторые говорят, что Маше, начавший свою карьеру, вождя с выговора склонного к рукоприкладству, зачем ты бьешь ближнего своего? Это вы помните в исходе 2 глава 13 стих, когда брались два еврея, и он сказал, зачем ты бьешь ближнего своего? А тот ему ответил, а я сам видел, как ты кого-то там убил, да? И в результате он ударил по скале, и тоже возникла такая у него проблема. Закончил нанесением ударов по безответному камню. Моисей, который раньше знал, как поступать на своих сложных ситуациях, ищет убежище в своем шатре, где падает на лицо свое. Дальше. Моисей, как узнаем из чисел 20 глава 11 стих, ударил по скале дважды. Каждый может ударить один раз в состоянии аффекта, но если ошибка повторяется, то человеку уже нельзя быть на посту руководителя. Рамбам говорил, что грех заключается в том, что Маше рассердился и назвал евреев непокорными. Так или иначе, но результат был однозначным. И не только Маше, но и Аарон пострадал, и первым, как вы знаем, умер. Аарон, он умер на горе Ор-Гагар, что означает гора гор. Одни говорят, что это гора Синай, на которую он передал Маше Тору. Бог передал Маше Тору. Некоторые говорят, что это гора Нева. И некоторые говорят, что Ор-Гагар это отдельно была гора, которая стала местом погребения Аарона. И сказано, что Аарон воссоединился со своим народом. Еще очень интересный момент был связан с медным змеем. Медный змей. Медный змей. Когда появился медный змей? Значит, Бамедбар, 21 глава. И попротивили народу скитание, и возроптал народ на Бога и на Маше. Зачем вывели из Египта, чтобы умереть в пустыне? Ибо нет хлеба, нет воды, и душа нашей опротивил это ничтожная пища. То есть, пища Божья, она как была названа? Ничтожная, да? Ничтожная. И тогда пустил Бог народ, змей ядовитых, и жалили они народ, и погибло много народа израильтян. не сообщается, сколько погибло. Но что интересно, что змеи ядовитые употреблены в приведенном стихе с определенным артиклем. Значит, не просто нехашим, ага, нехашим. То есть, либо это были какие-то особые змеи, да, либо указывают особую важность. Это не первые попавшиеся змеи, которые лазили возле стада. Говорят, что после того, как святость свою потерял Израиль, все змеи со всей пустыни ринулись в стад. До этого ни один человек не пострадал. Не было среди них, да, помните, больных, не было хромых, не было увечных, одежда их не изнашивалась, да, обувь не страдала. И тут вдруг все змеи со всей пустыни ринулись прямо в стад Израиль. Интересно, что здесь не сказано наслал Бог, как он там у вас наслал? А вот там сказано, что он отпустил их. Вот в книге он не наслал, отпустил их. Змеи не были созданы специально для наказания неблагоприятных нытиков в пустыне. Они всегда есть. Но Бог что? Сделал такую возможность, что они змеи пошли. И каким же способом, какое противоядие, да? Особый змей сделал маше змея медного и прикрепил к шесту. Изображение змея на палке это что? Символ изуимствованный из рекоримской философии. изображался греческий бог врачевания Асклепи или Эскулап. Но вот здесь рисунок Чурлёниса. И здесь на рисунке Чурлёниса, если вам видно, где медный змей находится? На кресте. На кресте. И что? На кресте, да? Он говорил, как будет подобный этому медному змею. Правда? Этому медному змею. Хорошо. Медный змей это прообраз распятого на кресте Ишуа. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Хорошо.